Добрый день, дамы и господа! Прослойка номер следующая, метапорфозы, посвящается главе Мишпатим, а точнее, объяснению к этой главе, данным в Талмуде, Масахед Шаббат, на 88-й странице. Дело в том, что в этой недельной главе, в прошедшей недельной главе, Мишпатим, евреи перед дарованием Торы произносят знаменательную фразу на Севанишма, что они будут исполнять все законы Торы, обещают вести себя, слушаться Всевышнего и обещают, что исполнение заповедей не будет зависеть от их понимания. Они доверяют Всевышнему и исполнят все, что Он повелеет. На эту тему Талмуд Масахед Шаббат рассказывает довольно интересную ситуацию, произошедшую в IV веке в Вавилоне. Ахуд Цедуки – это какой-то цедукеец, который увидел мудреца рабу, который пытался понять тяжелое место в еврейском законе, сидел на своем пальце и так сильно пытался понять трудное место в Талмуде, что на пальце был кровопотек. И сказал этот цедукеец великому еврейскому мудрецу в Вавилоне IV века. Амапазиза, он ему сказал, вы импульсивный народ, ваши уста побежали перед вашими ушами, сначала вам нужно было выяснить, сможете ли вы вообще мецвод исполнять, а потом только обещать, что вы их исполните. Это место в Талмуде вызывает несколько вопросов. На каком основании, во-первых, цедукеец в IV веке находится в Вавилонии? Упоминания цедукейцев более-менее прекратились после I-II века в Израиле. Дальше обычно их и не видно, и не слышно. Более того, цедукеец – еврей. Еврей, который бесспорно признает письменную Тору. Зачастую коэн. Зачастую человек строгий в очень многих ритуальных законах. Слышать из его уст фразу «Какой вы импульсивный народ!» и высказывать возражения против строчки в Торе. На Асэвани Шма, которую цедукеец должен принимать и признавать удивительно. Поэтому как-то не складывается здесь. И у любого человека, у которого возникает такой вопрос, он должен взять и посмотреть не только в Виленское издание Талмуда 1880-86 года, в издательстве «Ром», а посмотреть, а что было в Талмуде, в талмудической литературе до этого. И тут мы начинаем встречать удивительные метаморфозы. Вот, пожалуйста, манускрипт, рукописный вавилонский Талмуд XIV века, сохраненный в Мюнхене. И там эта фраза написана «Агумина, этот еретик или этот христианин». Нету никаких цедукейцев, и все становится просто и понятно. Едем дальше. Бомберг, Венеция, 1523 год. Издание «Масехет Шаба» тоже написано «Агумина, этот еретик или христианин». Амстердам, XVII век, издание Талмуда. Тоже написано «Агумина, этот еретик, этот христианин ранний». Так или иначе, то, что мы имеем здесь во всех предшествующих, в большинстве предшествующих изданий Талмуда, не было никакого цедукейца, который ни по смыслу, ни почему не подходит здесь, а был ранний христианин. И теория, и сама история с ранним христианином бесспорно намного-намного логичней, потому что он не считает себя частью еврейского народа, и он отрицает соблюдение заповедей. Поэтому его возражение против того, что евреи приняли на себя соблюдать заповеди, оно бесспорно звучит очень логично. Что же произошло? Почему изначально во всех изданиях Талмуда и в рукописном Талмуде был написан «Ранний христианин», а вот в царской России, в Вильнюсе, в издательстве «Ром» вот вдруг появляется цедукеец? Ну, дело в том, что именно такие люди, евреи, перевернувшиеся в христианство, в царской России, которые служили часто цензорами или помощниками цензоров еврейской литературы, которая издавалась в царской России, вот они благополучным образом всякие намеки на негативные, на перевернувшихся в христианство в древности товарищей, на ранних христиан, они замещали и убирали. И вот таким образом из-за этих цензоров в тексте Талмуда, который в Виленском тексте Талмуда, который наиболее популярный, используется во всех ешивах практически, сейчас совершенно нелогический термин цедукеец присутствует вместо того, что должно быть, написано «мин». Если мы посмотрим в современных изданиях Талмуда, то, конечно же, возникает интересная вещь. Допустим, Сифария, виртуальная еврейская библиотека, там все очень аккуратно и правильно пишется, что ранний христианин или еретик. Мина. Рафштайнзальц в своем Талмуде тоже пишет, а у Мина христианин, не как в Виленском Талмуде. А вот если мы возьмем известный израильский портал талмудический «Дафьё Микоил» на английском языке, там усердно и усиленно говорят о цедукейце, хоть это абсолютно нелогично. Хаббат, хаббатский веб-сайт, хаббат.торг, описывающий Талмуд, говорит о еретике, что довольно правильно, молодцы. И также они написали Агумина, используют более правильный текст Талмуда. Очень весело, когда смотришь на страницы Art Scroll, американское англоязычное издание Талмуда. Они используют ивритский текст. Агумина, этот еретик, а когда переводят его на английский язык, пишут этот цедукеец. То есть влияние русского крещенного цензора на английский перевод в Америке в 20 веке оказывает довольно сильное влияние, как вы видите. Бесспорно, это учит нас тому, что в современном мире серьезный человек, изучающий Талмуд, должен быть очень осторожен, когда он смотрит и изучает Талмуд на основе Виленского издания. Доброй памяти моего учителя, доктора Хайма Гугенхаймера, он говорил, что всякий Рош-Яшива, который преподает Талмуд на основе Виленского издания Ром и не заглядывая ни в какие другие варианты текста, скорее всего, такого Рош-Яшиву следует удалить с его позиции. Всем хорошего изучения Талмуда и правильного понимания наследия наших мудрецов. С вами был Барух Юабов.